Врач, фитотерапевт, диетолог, автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести и через интернет. Автор сотен видео в интернете. Что такое профилактика, лечение, средствами официальной медицины, народными средствами, как правильно питаться, как правильно дышать, как правильно пить воду. В этом видео решил осветить очень важный вопрос. А именно, как же правильно поддерживать водный баланс? И вообще, что такое водный баланс? Это не просто важный, это жизненно важный показатель. Правильное отношение к которому улучшает ваше качество жизни сегодня и дает возможность достичь активного долголетия. Потому как большинство считает, что нужно определиться между двумя цифрами. Вам нужно пить 1,5 либо 2 литра воды в сутки. Эти цифры справедливы. Это правильное употребление воды в количественном его выражении для очень узкого количества людей. Для большинства нужно иное количество воды в сутки. Важно не только знать, сколько вам воды в сутки нужно, но и правильно распределить это количество воды на протяжении 24 часов в сутках, 7 дней в неделю и желательно максимальное количество времени на протяжении вашей жизни. Потому как минимальная потребность в воде вашего организма при температуре окружающей среды от плюс 18 до плюс 24 градусов по Цельсию при влажности 70-80 процентов минимальном движении воздуха и в состоянии покоя. Как только вы начинаете вести более активный образ жизни, либо условия окружающей вас среды отличаются от тех, которые только что обозначил потребность в воде ежеминутная, ежечасная и ежесуточная, она меняется. Если вы правильно поддерживаете водный баланс, вы здоровы. Если не очень правильно, вы начинаете приобретать те или иные заболевания. Водный баланс очень важный показатель. И потребность в воде можно конечно компенсировать после того, как вы ее в значительной степени потеряли. Но лучше обеспечить ее до той активности, когда вы начнете терять интенсивно жидкость. Потому как быстрые потери воды могут привести к увеличению вязкости крови и как минимум нагрузка на сердце и на сосуды. Сердце должно иметь запасную мощность, чтобы перекачивать теперь ставшей более густую кровь. А сосуды должны иметь хорошую проходимость, эластичность и прочность, чтобы удерживать кровь более густую в просвете сосуда и не дать возможности разрыву сосуда либо образованию тромба в нем. В любом случае это неблоприятно может сказаться на вашем здоровье. А также создать угрозу для вашей жизни. Поэтому смотрите видео дальше. Вы узнаете как правильно поддерживать водный баланс. В зависимости от очень важного показателя. Который, к счастью, меняется значительно медленнее, чем условия окружающей вас среды. А именно от вашего биологического возраста. У большинства наиболее интенсивно водный обмен происходит 9 месяцев до рождения. Я имею ввиду внутриутробный период. У кого-то он составляет 9 месяцев. У кого-то он по разным причинам короче. И внешне кажется, что этим процессом сложно управлять. Но! Ребенок, плод внутриутробно берет то, что находится в плазме крови у мамы. Иными словами, как мама понимает сопровождение беременности, а также как мама понимала подготовку к беременности. Те резервы, которые мама создала до беременности, она имеет возможность отдать ребенку. Если по запасам кальция подготовку мамы легко оценить. И в народе бытует такое представление, что рождение одного ребенка, мама должна отметить потери одного зуба. Но если мама не знала, как запасы кальция создать, то так оно и происходит. Очень много работы стоматологом у беспечных мам. Если они не знали, как подготовиться к беременности. Как ее правильно сопровождать. Но! В любом случае! Ребенок берет то, что может и индикатор того, что ребенок получил все-таки то, что ему было нужно. Рождение здорового ребенка без проблем. Если ребенку в какие-то периоды внутриутробного развития не хватало каких-то компонентов, развиваются пороки развития. Худший вариант, когда критически системам жизнеобеспечения не хватило каких-то компонентов для своего развития. И ребенок мог погибнуть на разных этапах. Такие примеры, к сожалению, присутствуют. И чаще всего у мам самых беспечных. Но! В любом случае! Перенос полезных веществ из материнской крови к ребенку осуществляется растворимым в воде. И обратный ток продуктов жизнедеятельности, который выработался в организме ребенка, идет также в материнскую кровь. Тоже с водой. И токсикозы беременности отражают проблемы в образе жизни мамы. Когда мама не может полноценно очищать свою кровь от продуктов жизнедеятельности своих. А также от тех, которые пришли от ее будущего ребенка. Этим процессом управлять можно! Если вы понимаете, что беременность хоть и физиологический акт, но достаточно сложный. И к нему, как и любому сложному процессу, нужно правильно готовиться и правильно его сопровождать. Но если вы родились, то прекрасно! Конечно, пленочку обратно не отмотать. По-новому не родиться. Но! Каждый рожденный человек, у него обмен воды происходит уникальным образом. И все зависит от разных причин, о которых я расскажу прямо сейчас. Содержание воды в организме здорового новорожденного ребенка примерно 85%. А для поддержания водного баланса суточная потребность в воде около 15%. Это в оптимальных условиях. Если пересчитать эти цифры, то окажется, что полная замена всех молекул воды происходит примерно за 6 суток. Испоминается Библия. Когда Бог создавал землю 6 суток, а седьмой был выходным. Ребенок отдыхать не имеет права. Водный баланс вы должны поддерживать ему помогать постоянно. Создавая комфортные условия окружающей среды. И основной источник воды для ребенка — материнское молоко. Если мама питается правильно — молока может хватить. Если мама питается неправильно, ребенок недополучает воду — у него могут быть разные особенности внутриутробного развития. Высыпание на коже, мочекислый диатез, может повышаться температура тела. Это тоже реакция. Чаще всего у новорожденного ребенка, если он получает грудное молоко, то повышение температуры тела — это реакция не на инфекцию. Он защищен от молозива. Это сплошные антитела — треть белков молозива — это антитела, это защита, которую передала мама. Далее с молоком мама все равно продолжает передавать ребенку пассивный иммунитет, который помогает ему прожить первые месяцы жизни практически без инфекций. Но если не хватает воды — в данном случае страдает и питание. Потому как переносится относительно мало полезных питательных веществ в организме ребенка и страдает охлаждение. Если внутриутробно мама думала, как поддерживать температуру тела правильно для его развития, то внеутробно ребенок должен это делать самостоятельно. И избытки тепла он удаляет с помощью испарения воды. Если она была. Если воды не хватает — теплообмен нарушается, температура может повышаться до любых цифр. И в этом процессе нужно правильно сопровождать. Тогда внутриутробное развитие — грудной период развития ребенка проходит хорошо. И по его окончанию содержание воды в организме ребенка снижается. Уже не нужна такая скорость обмена веществ. Содержание воды примерно 80% от массы тела. А для поддержания водного баланса ежедневная потребность в воде около 10% от массы тела. Иными словами уже за 8 суток происходит полный обмен воды в организме здорового ребенка. У взрослых это содержание снижается. Содержание воды падает. И потребность из-за того, что обмен веществ продолжает тормозить, потребность в воде снижается. Ключевой момент — содержание воды в организме определяет скорость обмена веществ и, иными словами, ваш биологический возраст. Чем меньше воды находится в организме, вне отеков, вода может быть в громадных отеках — это вода, не участвующая в метаболических процессах. Вода в отеках ее организм просто не смог по разным причинам удалить. То ли плохо работают почки, как основной путь удаления воды из организма, то ли плохо работает сердце. Которое не может обеспечить циркуляцию достаточного количества крови. И часть воды осталась в крови. Содержание воды в организме взрослого человека с развитой мышечной массой составляет примерно 75% от массы тела. А при наличии ожирения снижается до 60%. И критическая точка, при которой обмен веществ останавливается, все ближе. А это 45% от массы тела. Поэтому водный баланс нужно поддерживать достаточным количеством жидкости. А это 4-5% от массы тела ежедневно. Либо 40-50 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела. Я понимаю тех, кто стремится облегчить вам жизнь, уменьшив рекомендуемую потребность в воде до 30 миллилитров на килограмм массы тела. Конечно, такую рекомендацию выполнить проще. Но! Обмен воды, полный обмен воды происходит медленнее. Обмен веществ происходит медленнее. И он по этой причине начинает тормозиться. А уйти от качества воды все равно не получится. 30-40-50 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела при огромной потребности на протяжении жизни. В этом случае номер один становится качеством воды. Даже 1-2 литра некачественной воды можно выпить. Критически нарушится работа почек. Разобьется почечная недостаточность. И уже это будет основной ограничитель в употреблении жидкости. И в продолжительности вашей жизни. Если же вы пьете относительно мало воды. И попали не в те условия, которые я описал в видео. А более жесткие. И потери воды были более значительными. Очень легко попасть на недостаток воды. Увеличение вязкости крови. И сорвать работу сердца. Потому как чрезмерно большое количество воды. Сложно выпить. Да, можно выпить слишком много воды. И объемом крови нарушить работу сердца. Но это может состояться только в уникальных условиях. Часть из которых я опишу в одном из следующих видео. А средняя потребность в воде. Все-таки она важна. Она должна исполняться. И очень важный момент. Еще раз подчеркну на этом. Качество воды. На протяжении своей жизни человек употребляет тонны воды. Я бы сказал десятки тонн воды. И огромное значение должно уделяться качеству воды. К сожалению, та вода, которая сегодня доступна большинству. Она в большей степени, я бы сказал, это техническая вода. А для разных условий жизни человека. Для разной деятельности. Нужны разные виды воды. Я бы сказал, вам в большей степени нужна диетическая вода. То есть та вода, которая наилучшим образом обеспечит те потребности. Те виды деятельности, которые вы хотите совершать. Вот в следующем видео я и расскажу, что такое диетическая вода. И как ее правильно пользоваться. В разных ситуациях для вашего здоровья и активного долголетия. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И чтобы вы не пропустили это очень важное видео. Не забудьте подписаться на мой канал. Может быть отправить ссылочку своим друзьям, знакомым, родственникам. Чтобы они больше знали о таком вроде как внешне простом элементе. Как вода. Но! По количеству молекул. Вода номер один в организме. Около девяносто восьми процентов молекул. Это молекулы воды. Мы с вами по количеству молекул в основном состоим из воды. И этой водой нужно правильно управлять. Крепкого вам здоровья! И до новых встреч на моих каналах! Около! 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 Около!